Всем привет! Меня зовут Денис и вы смотрите программу «Айти не обойти». Смотрите в этом выпуске. Вместе весело шагать. Айти-компании Чувашии объединяются в Digital Cluster. Смотрите в прямом эфире. Технологии, которые стали доступны каждому. Долой очереди. Всем, кто не любит ждать, рекомендуется. 4 компании, работающие в Чувашии в сфере цифровых технологий, объединились в отдельный кластер. Эту инициативу поддержала Российская ассоциация электронных коммуникаций. Для нее развитие региональных объединений сегодня одно из приоритетных направлений работы. И наша республика стала первой, где появился местный Digital Cluster. РАЭК объединяет компании, которые оказывают услуги в области мобильных и интернет-разработок, а также маркетинговых коммуникаций на одной площадке. В него входят такие известные бренды, как Samsung, 1S Bittrex, Avito, Google, Headhunter, Mail.ru, Microsoft, Ozone, Wikimart и многие другие. Региональный кластер должен помочь развитию местного диджитал-рынка и повышению кадрового потенциала нашей республики. Смысл кластера – это не что-то, что внедряется сверху. Все кластеры возникают снизу, изнутри, с рынка, когда компании понимают, что им выгоднее сотрудничать друг с другом, чем бороться, конкурировать, драться на тендерах по цене и так далее. Объединяя компании в кластер, мы просто надеемся, что они научатся гораздо эффективнее решать собственные вопросы, ну или с нашей помощью в том числе. Одна из главных проблем диджитал-агентств – кадровая. Они постоянно находятся в поисках новых сотрудников. Но, объединив усилия, компании смогут найти правильное решение этого вопроса, считает Максим Жуков. Тем более, необходимость в этом зреет уже не первый год. Мы до этого предпринимали попытки объединения, да? Просто не хватало вот некого идейного лидера, того же самого, не хватало готовых механизмов, готовых схем, которые, в принципе, франшиза райковская нам дает. То есть большой массив информации уже обкатанных на других регионах. Важным направлением деятельности кластера является работа с так называемой компетенцией рынка, то есть подготовкой не только студентов, но и заказчиков услуг. В планах работы – открытие школы интернет-технологий и интернет-маркетинга, проведение семинаров для предприятий республики, а также создание отраслевых стандартов в области эффективного оказания услуг на диджитал-рынке. Надеемся, эти планы совсем скоро станут явью, и мы тут же расскажем вам о них в нашей рубрике iNews. Самые правильные инвестиции в сфере информационных технологий – это инвестиции в человека. От идей айтишника во многом зависит, как сложится наше будущее. Алан Тьюринг во время Второй мировой войны изобрел машину, которая расшифровывала информационные сообщения фашистов, а теперь считается отцом компьютерной науки. Сэр Тим Бернерс Ли подарил нам Википедию, Рэй Томлинсон – создатель электронной почты, без которой сегодня не обходится почти никто. Сергей Брин – один из основателей поисковой системы Google. Не говоря уже о таких всем известных именах, как Билл Гейтс, Стив Джобс, Марк Цукерберг, в Чувашии тоже много талантливых разработчиков, которые, возможно, войдут в историю IT-индустрии. О них мы рассказываем в рубрике «Наши люди». Пошел ролик «Наши люди». Не снимай меня. Здесь и сейчас такими словами можно охарактеризовать то, что вы видите в данный момент в кадре. Я снимаю это видео буквально сейчас, оно не было снято несколько часов назад, а мои друзья смотрят его в эту секунду в интернете. Прямой эфир – технология, которая когда-то была доступна только телевизионным компаниям, а сегодня ей пользуются каждый желающий с помощью приложения Live Android. А создатели его – наши земляки Вячеслав Абрамов и Вячеслав Алин. Алин, Алин, ты брутален. Идея вообще пришла неожиданно. Тогда только-только началась волна, когда начали снимать на мобильные телефоны работа полиции, работа каких-то происшествий или еще что-то. И так получилось, что меня на дороге пригороде под Нижний Новгород остановили якобы полицейские. Это я потом уже знал, что якобы полицейские. Я их тоже начал снимать, как дань моде. И так получилось, что эти ребята просто выхватили телефон, разбили его. Я остался без доказательств. И, слава богу, я остался хотя бы хоть при себе же, при своем. Прыгнул туда из машины и уехать быстро. Это как бы бандиты. А потом возникла мысль, а как так вот? Я снимаю, и бац, и все, разом все потерял. А почему это не должно сразу куда-то в облако уходить и сразу в режим реального времени? В прошлом году проект удостоился первого места на конкурсе стартапов в социальной сети ВКонтакте. Сегодня у него более тысячи скачиваний. Особенно приложения облюбовали журналисты Тюменьской области, Ямал-Ненецкого автономного округа и Омска. Для начала пользователи получают 60 минут бесплатного времени. За больший трафик необходимо будет заплатить. Но Вячеслав признается, что часто дарит дополнительное время. Существенного дохода пока это все равно не приносит. Пока на своих, так сказать, тащим видеосервер, который стоит почти под полторы сотни долларов в месяц. Ресурсные мощности там достаточно большие для того, чтобы видеопотоки обрабатывать. Одновременно тысячи человек возьмут стримить. То есть запас мощности должен быть всегда. Идея не нова, но на российском рынке подобных сервисов пока нет. А в мире первыми онлайн-стрим-сервис выпустила американская компания «Бамбузер». Их перешагнула в популярности и качестве компания «Лайвстрим». Ее услугами пользуются теле- и радиокомпании, крупные холдинги. Например, онлайн-вещание национального телевидения также ведется с помощью их сервиса. «Лайвкам-дроид» в первую очередь делает упор на мобильные технологии, но при этом, чтобы они не уступали в качестве передаваемого видео. На момент, когда мы начали заниматься этим вопросом, существовал 264-й кодек, специалисты меня поймут. Но этот 264-й кодек, он позволяет не в примитивном уровне оцеплять трансляцию. То есть это как он режим потокового видео, но и тоже не является потоковым видео. По сути, протокол по такому видео основан на 263-м кодеке. Это предыдущее поколение. Но оно тоже не отвечало нам по качеству, потому что не передавало ту самую картинку, то есть были потери больших пакетов. Нам пришлось фактически взять и самостоятельно, слава богу, на гидсхабе есть исходники, фактически создать свой собственный кодек. Идет статическая картинка, она не меняется, да? И листочек у нас падает. Фактически в этой картинке меняется только падение листочка, а все остальное статика. Ну, минимальное передвижение. Нормальный кодек, грамотный кодек, он сожмет эту картинку, он не будет передавать весь объем данных, все подряд. А он передаст только вот этот блок, который меняется. То есть фактически с этими сложностями мы тоже столкнулись, мы тоже это делали. Ну да, мы не придумали ничего нового. Мы просто взяли наработки и просто довели их до ума. Так в чем же суть этого приложения? Как им пользоваться и для чего оно создано? Суть приложения в том, что вы в любой момент можете поделиться всем, что вы видите со всеми друзьями в социальных сетях ВКонтакте, в вашей группе. То есть у вас произошло какое-то событие, при увидении какого-то там зверя, я не знаю, там увидели, как вас снимают на камеру. Вы все это снимаете и показываете в прямом эфире. Все ваши друзья, все лайкают, смотрят, делятся и так далее. Сейчас молодые люди усиленно работают над улучшением передачи видео и набирают команду бета-тестеров. Принять участие может любой желающий. В результате качество картинки будет максимально приближено к полноценному формату HD. Что объединяет магнитофонную кассету и утюг на углях? Правильно, все это пережитки прошлого. Возможно, некоторые из наших зрителей этих вещей и не застали. Уверен, совсем скоро в историю войдет и такое явление, как очередь. А все потому, что современные технологии с легкостью позволяют нам забыть слово ожидание. Как? Об этом в нашей рубрике юзабилити. Андрей очень любит свою работу. Она приносит ему не только хороший доход, но и радость познания, потому что связана с командировками. За один месяц он успевает побывать в нескольких городах России, посмотреть их достопримечательности и завести множество новых знакомств. Частые поездки и общения с людьми из других регионов, конечно же, сказывались на услугах связи. Поэтому Андрей выбрал мобильного оператора, с которым ему выгоднее всего путешествовать в Мегафон. В целях экономии молодой человек постоянно следит за своим балансом и расходами подключает и отключает дополнительные опции. Например, подключить услугу «Бузка» к дому, чтобы общаться на территории всей России по цене домашнего региона, можно несколькими способами. Прийти в салон связи и попросить помощи операциониста. Ввести команду на телефоне звездочка 570, звездочка 1, решетка. Или обратиться в службу поддержки по номеру 0500. Вот только перед командировкой нужно срочно закончить все дела. Добежать до салона совсем нет времени. Все цифровые команды не держатся в голове, а при звонке в службу поддержки нужно сначала выслушать все, что скажет автоответчик. Поэтому самое оптимальное решение – воспользоваться личным кабинетом. Большинство вопросов по тарифам, услугам и настройкам нашей абоненты могут решить самостоятельно через личный кабинет. Навигация программы удобна и проста. И если что-то не получилось, выясните, есть раздел, где служба поддержки поможет решить вопрос онлайн. Этот сервис в значительной степени сокращает временные затраты наших абонентов. И с января текущего года количество абонентов, использующих услугу личный кабинет в Чувашии, выросло на 50%. Ежедневно эти абоненты совершают самостоятельно более 6000 операций. Зайти в личный кабинет можно на сайте Мегафона или установив приложение на смартфон. Оно доступно как на Android, так и на iOS. Для входа необходимо ввести свой номер телефона и пароль, который вы получаете по запросу «звездочка 105 звездочка 00 решетка». Чтобы не запоминать пароль, включите автовход во вкладке «Настройки». На главной странице личного кабинета отображаются балансы, бонусные баллы, которыми вы можете распорядиться в пару кликов, а также заказать обещанный платеж, чтобы продолжить пользоваться связью при отрицательном балансе. Тут же можно пополнить как свой счет, так и счет другого абонента. Самая популярная функция у пользователей мобильного личного кабинета – это управление услугами и опциями. На них приходится почти половина всех действий в приложении. В этом разделе можно узнать и сменить тариф, посмотреть остатки по пакетам услуг, настроить переадресацию вызовов, сформировать черный список, подключить различные функции. И что очень удобно – узнать список уже подключенных услуг с абонентской и без абонентской платы. «Однажды я хотел скачать телефон песню на одном сайте, не заметил, как прошел по какой-то левой ссылке и подключился на непонятный платный ресурс. Потом, через некоторое время я почувствовал, как деньги из телефона быстро улетучиваются, зашел в личный кабинет, там все отображается и моментально все отключил». Второй по популярности запрос в личном кабинете – это детализация расходов. На этой странице графически отображаются те финансовые средства, которые вы ежемесячно тратите на связь. Также можно заказать детализацию вызовов, отчет по расходам и пополнению баланса. И настроить, чтобы счета автоматически ежемесячно приходили вам на почту. Заходить в свой личный кабинет можно с любого устройства, а удобный интерфейс помогает максимально просто решить самые востребованные задачи абонентов. Разберется в нем даже тот, кто с компьютером на «Вы». Ну а Андрею мы пожелаем счастливого пути. Дела закончены, сумки собраны, баланс положительный, необходимые услуги подключены. А значит, он готов на все 100%. Всем пока! Уже 33 года, 24 октября, отмечают Всемирный день информации о развитии, который был объявлен Организацией Объединенных Наций. Думаю, этот праздник относится и к нашей программе. Развитие в обществе с низкой информационной культурой идет крайне медленно, и задача всех нас – не допустить такого. Поэтому поздравляю всю команду «Айти не обойти» и наших телезрителей с этой датой. До встречи в эфире. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!